Добрый день! Накануне праздника Крещения Господня мы покинули пределы Москвы и Московской области и выехали в Калужскую епархию. Здесь, недалеко от городка Торос, всего в шести километрах, находится местечко Истомина. Когда-то здесь располагалась известная усадьба графов Толстых. Они были первооткрывателями этого места. Здесь же они и построили храм в честь Успения Божьей Матери еще в XVIII веке, в 1725 году. Храм просуществовал, продействовал до 70-х годов XX века. Потом пришел в полное запустение. И вот сейчас с приходскими традициями, как раз с рецептами приходской трапезной мы и хотим вас познакомить. Ну а также показать, какие здесь созданы купели и как устраивается и Ордань. Дорогие братья и сестры. Мы сейчас находимся в Истомина, на территории, где находится церковный пруд, и где мы традиционно устраиваем Иорданскую купель, которая в народе называется Иордань, в виде креста. И делаем все, чтобы было удобно людям окунуться в этой купели во имя Отца и Сына, если так, Духа. Вот, настраиваемся. Приходят к нам, чтобы совершить этот традиционный обряд, порядка 300 человек. И вот ночью из храма окрестным ходом мы приходим сюда с зажженными свечами. Мы стоим здесь на берегу. Я стараюсь всех настроить, чтобы люди не просто так, как бы бездумно это сделали ради какой-то бравады, а чтобы они подумали о том, что мы должны, может быть, через этот обряд попросить у Бога прощения наших грехов, попросить Его благодать и Его сил через крещенскую воду, чтобы Он дал нам возможность жить чище, жить по Божьему в нашем грешном мире. Эта традиция очень важная традиция, очень нужная, потому что она дает возможность человеку испытать себя. Вот некое такое испытание. Смогу я это сделать или не смогу? И ради чего я это делаю? Это очень важно. То есть человек испытывает себя и на твердость физическую, и на духовное свое состояние, ради чего я живу. Понимаете, это очень важно. Мы в уютной небольшой трапезной Истоминского храма в честь Успения Божьей Матери. И существует эта трапезная около пяти лет, и на этом приходе старые новые традиции всегда существуют, и их очень поддерживает настоятель храма, отец Андрей. И вот он нам делегировал рассказать о некоторых традициях, благословил, правильно? Да. Надежду Александровну, вы тут прихожанка, как я понимаю, да? Давно ходите? Тоже давно, с 2010 года. Все вы общаетесь здесь за трапезой. Другая ваша традиция приходская, это все время вы ездите в паломничество. Да, в поездки. Для чего вы ездите и куда? Ну, я так скажу о себе, что я езжу, чтобы познакомиться со святыми местами. Потому что много вижу, много читала, а быть не была. К моему, к сожалению, конечно, что вот уже в таком возрасте я нигде не была. И поэтому для меня это, ну, очень так, скажем. Мир большой. Мир, не мир даже, а духовный мир. Мир-то я в мире-то побывала, везде поездила, это понятно за свою жизнь. А вот в духовном-то мире я была мало. И поэтому я сейчас как бы наверстываю это. И география ваша какая? География, ну так, пока по Центральной России. Дальше я еще пока не ездила. Поедем ли мы по Руси? Да, по Руси. Дай Бог, даст Бог, поедем. И вот обычно всегда, как нам сказали, сообщили, что вы все время что-то готовите. Ну да, стараемся. Чтобы взять с собой. В дороге было удобно, быстро и в то же время питательно, так скажем. Все равно, все-таки дорога дальняя бывает, в Дивеево, например, ездили, все равно далековато. Ну и поэтому мы готовим. Сам просто это бутерброды. Ну и какие у вас? Все мы готовим из своих продуктов, сами мы их заготавливаем. В летний период, естественно, что хватает работы на своих участках. И еще у нас участок есть при храме вот здесь. Тоже работаете? Ну мы здесь, да, сажаем что-то для храма, выращиваем. Слава Богу, в этом году картофель очень хорошо и богатый урожай вырастили. Вот. И вот, значит, вот это у меня икра кабачковая. Сами делали. Она немножечко, да, необычная икра, как вот магазинная покупает. У меня даже, как некоторые прихожанки, которых я угощаю, они говорят, «Ондерсон, у вас очень вкусная икра». Тоже по рецепту, правда, это я еще с работы рецепт узнала от наших, моих коллег. Так вот, значит, сюда добавляется еще майонез и... Томатная паста? Томатная паста, да. Помидорка желательно, она как-то более надежная, качественная. Значит, вот сюда лук обжаривается, полкилова лука и 3 килограмма кабачков. Все это обжаривается, потом тушится, и, в общем, получается вот такая очень вкусная и питательная, так скажем, у нас кабачковая икра. И вот это у меня огурцы. Огурцы тоже немножечко, вот видите, я здесь принесла особые. Значит, это соленые огурцы маринованные, а это огурцы у нас, ну, обычные. Свежие. Свежие, да, из магазина. Ну, это у нас сейчас такая же, что зимой есть свежие огурцы. Да, свежие. Это недавно. Роскошь. А, значит, я немножечко хочу сказать, что огурцы сами маринованные, они немножечко отличаются от обычных огурцов тем, что мы добавляем в него кетчуп чили. Сейчас у нас прихожане тоже все распробовали этот рецепт, я им всем распечатала, раздала. И на основе этого мы готовим и любые даже салаты. Не только вот это, конечно, а в любые салаты добавляем, получается очень, ну, так, экстравагантно, что ли. Скажите мне, пожалуйста, вот самое такое большое потрясение за последнее время ваших паломнических поездок, которое вот вас удивило, тронуло до глубины души, преобразило. Да. Это вот что? Мы ездили в Сольбу, я там первый раз была, меня там поразила девичий хор, девочек хор, вернее. Ну, там приют есть. Да, да, и вот они пели, и вот мы, когда были в этом храме, во время этого пения, мы как раз были на Николаю Угодника, у них храм. Престольный праздник. Престольный праздник, да. И вот, вы знаете, ощущение было, что мы, ну, конечно, это очень опасно говорить, но мы как на небесах, понимаете? То есть вот это пение девочек, вот действительно как ангельское пение. Меня это очень поразило. А пишите какими-то эпитетами ваш приход и храм. Храм наш уютный, храм благожелательный, все прихожане благожелательные, потому что от многих слышу, когда у нас бывают храмы и говорят, ой, вот хочется в Истомецкий храм. Не все могут приехать, потому что сюда не входит автобус, приходится только на личном транспорте. И мы вот такие же бутерброды делаем, вот, допустим, на крещение, у нас тоже на крещение приходит очень много людей, мы уже не накрываем столы, как обычно, то есть супы, у нас постоянно первое, второе и прочее. А у нас печем пироги просто, приносим сюда, раскладываем их, разрезаем, чайники ставим, термосы, все это. Люди приходят, когда после купания сюда заходят, и они, значит, погреются, покушают. Ну и когда очень много людей, мы уже тоже быстрее стараемся что-нибудь чем-то их угостить. Это самое простое и очень быстрое угощение. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Музыка Отец Андрей, расскажите вот о такой традиции, которая еще есть одна в вашем храме, и которую вот мы познакомились, вы знали только здесь, общаясь с вами. Очень с радостью поделюсь с вами этой традицией, потому что действительно эта традиция у нас уже не один год проходит, мы видим очень хорошие, добрые плоды этой традиции. Мы подготавливаем заранее притчи православные, берем несколько образцов, порядка десяти вариантов, то есть вот все, что нужно сделать, подготовить десять вариантов православных притч, написать их, распечатать, свернуть вот такую красивую трубочку, перевязать бумажкой, и вот мы укладываем такую люлечку, типа вот как вот яслих, в которых родился младенец Христос. Причем мы делаем десять вариантов для взрослых и несколько вариантов для детей. Ага, то есть это взрослые, это детские. Для детей, а это для взрослых. Что предполагает эта традиция? Человек подходит в конце службы рождественской, ночной службы, ставит свечу к вертепу, подходит, читает молитву Рождества Твоего Христа Божия, наш тропарь Рождества, и с мыслями о том, чтобы обращаясь к младенцу Христу, обращается мысленно с молитвой, и как бы его благословение получает, берет, выбирает притчу. Которую потом, читая, он находит для себя какое-то назидание. Вот один пример просто приведу. Значит, женщина плачет после того, как прочитала притчу, я подхожу, спрашиваю, в чем дело. Она говорит, представляете, вот мне такая притча попалась. Значит, я сейчас расскажу саму притчу. Берег моря. Маленький мальчик бросает в воду морскую морских звезд, которых просто миллион выбросило на берег, и они погибают. И он подходит, наклоняется и бросает морскую звезду в воду. Подходит некий человек к нему и спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я бросаю эти морские звезды в воду. Он говорит, зачем ты это делаешь? Если я их не брошу, они погибнут. Ты занимаешься безумием, потому что их миллионы, ты всех не спасешь. Тогда берет маленький мальчик, одну из морских звезд в свои руки, и говорит, это не безумие, потому что я спасу, вот для этой звезды это будет спасение, и бросают в ее воду. Я говорю, почему вы плачете? Потому что она говорит, ну вы представляете, я занимаюсь детским домом, помогаю детям, чем могу. Вот, и недавно совсем муж мне сказал, прекрати заниматься этим безумием, ты всех не обогреешь, ты всех не накормишь, ты всем не поможешь. Понимаете? Вот как вот ей досталась такая притча, представляете, вот именно ей досталась такая притча, что созвучно для нее, и она, я думаю, укрепилась от того, что, прочитав эту притчу, поняла, что Бог хочет укрепить ее в том добром деле, который она совершает в своей жизни. Это только один пример, а таких примеров просто много. Я считаю, что это не трудно сделать, это не сложно, на самом деле, подобрать притчи, положить их, и я вам хочу сказать, я вас уверяю, просто люди счастливы, вот счастливы, они берут притчу, читают, счастливы, это просто вот ни один человек еще не подошел, не сказал, что мне что-то не то попалось, то есть вот каждому действительно находится ответ на его какие-то вопросы. Вой, Орда, не крещающийся Тебе, Господи, троеческое явися поклонение, родители в угла свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя, Сына, именуя, и дух в виде голубине, известно ваше словесе утверждение, являйся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Хочу поздравить всех с праздником, крещение Господне, пригласить всех к нам, у нас бывает здесь очень хорошо, потому что после того, как мы окунаемся, мы идем в церковный дом, и там у нас чаепитие, мы пьем горячий чай, общаемся друг с другом, вот, и желаем всем, кто в эти дни приобщится к этой традиции, здоровья, желаю, чтобы люди правильно исполнили эту традицию, вот, и получили благодать Божию. Субтитры создавал DimaTorzok